всем дорогие друзья с вами разжевалова наталья мы с вами продолжаем серии мастер-классов по вышивке мака и по изготовлению мака с помощью аппликации у нас уже было довольно много способов сегодня мы разберем еще способ из отдельных лепестков причем немножко еще использовать будем тонировочку посмотрим как можно сделать пятнышки вот такие и для того чтобы вы уже представляли что у нас будет дальше скажу уже небольшой анонс мы потом посмотрим с вами еще как сделать mac из гофрированной вот такой ленточки потом мы с вами разберем как можно сделать листики зеленые двумя способами и уже в заключении мы вот сделаем вышивку на таком красивом принте от компании фиди то есть покажу как можно выбранный какой-то способ использовать уже на принте и так сегодня у нас будет способ из отдельных лепестков то есть это тоже аппликация отдельные лепестки сейчас покажу как и делать и как их красить и так как вырезать вот такой лепесточек в данном случае я использую ленту шириной 5 сантиметров и вот эти лепесточки я вырезала ну вот таким образом друг за дружкой можно складывать ленту пополам и вырезать вот так чтобы листик лепесток был более симметричный можно использовать шаблон вот такой шаблон я сделала по одному уже из лепестков то есть я обычно вырезаю на глазок но показать хочу что если вот вы не хотите на глазок то можно сделать вот такой шаблон ширина у него но где-то четыре с половиной сантиметра потому что у нас лента 5 сантиметров чуть-чуть мы кромочку должны обрезать и длина но вот где-то почти 6 сантиметров мы учитываем еще то что мы вот этот кончик будем протаскивать через ткань то есть у нас лепесток на самом деле получится меньше то есть если у вас есть шаблон то вы просто вырезается по шаблону такой лепесток я почти все лепестки сделала а вот на одном лепестке покажу вам полностью вот что можно сделать с этим лепестком но лучше его делать пошире то есть прям подходим кромочке и получаем лепесточек вот такой формы лепесток можно использовать свечку для того чтобы руки были свободны если вы делаете допустим на картине много маков особенно можно использовать свечку в данном случае мне нужно только один сделать лепесток поэтому я буду использовать зажигалку вот эти вот боковинки тоже опаливаем и вот эту вот верхнюю часть мы разогреваем и потом еще можно сделать вот такие складочки чтобы лепесточек у нас было немножко волнистый но это нужно делать сразу после зажигалки пока краешек еще горячий и вот до конца тоже все опаливаем потому что когда мы будем пропускать через ткань вот эти места особенно они могут размахриться и может быть где-то это будет заметно и некрасиво дальше вот на этих же лепесточках я сделал небольшую гофрировку причем самым простым способом с помощью зажигалки либо опять таки это можно сделать с помощью свечи то есть чуть-чуть слегка делаем складочки но вот легче сделать сначала в серединке и потом допустим через 5 миллиметров параллельные такие полосочки не очень сильно иначе у нас листик вообще лепесточек весь как бы скрутиться в трубочку то есть так вот слегка и кстати вот если вы сделали складки они слишком сильные можно просто вот так зажигалочки снизу поводить и тогда эти складочки станут не так ярко выражены то есть это вот еще один совет и так вот видно их нем на небольшие складочки параллельные как сделать пятнышко и как сделать полосочки это опять-таки по желанию то есть можно это не делать но например вот на этом принте очень красиво смотрится то что вот немножко как бы какие-то вот желтые отблески иногда бывает мы смотрели опять-таки на фотографии желтый ободочек когда мы делаем такого типа вот яркие пятна лучше использовать краски не акварельные а именно акриловые краски по ткани желтый вот у меня здесь в наборе уже кончилось поэтому можно их покупать еще отдельно вот такие побольше баночки бывают и вот черную я возьму из этого набора для того чтобы пятнышко и полосочки были более ярко выражены в данном случае можно краску даже не разбавлять водой можно подстелить какую-то бумажку газетку и я обычно вот если не развожу в палитре краску то использую крышечку потому что очень часто в крышечке остается краска то есть что мы должны сделать вот такое пятнышко вот здесь у нас кончик будет уходить под ткань поэтому можно его начинать не самого основания а чуть повыше и она вот такой вот какой-то формы наверху могут быть небольшие такие как бы штрихи полосочки кисточкой можно сделать вот такое пятнышко и можно эти лепесточки сушить просто естественным способом то есть если мы сейчас на них будем дуть феном они все разлетятся то есть либо их нужно прикалывать булавочками куда-то например на губку и сушить в принципе вот такая густая краска она сохнет довольно быстро так это вот кисточку у меня для черной краски потом ее помою и что можно еще сделать вот желтой красочкой опять-таки буду использовать неразбавленную краску во первых можно сделать по краю вот такой ободочек на некоторых сортах мака есть вот такой ободочек в принципе краска все равно вот она не настолько насыщенной получается и можно сделать еще вот такие полосочки тут у меня кисточка потоньше и полосочки я делаю немножко вот такие тоже не очень широкие но примерно вот по тем же складочкам которые я сделал с помощью зажигалки то есть вот мы с вами сделали такой лепесток как у меня были заготовочки ну конечно нужно небольшое время чтобы вот этот один лепесток у меня подсох остальные лепестки я делала уже заранее то есть я вот этот лепесточек пока отложу пусть он у меня сохнет и так мы с вами сейчас сделаем два даже варианта цветка но сначала один потом на его основе 2 то есть как можно сделать мак из отдельных лепестков то есть до сих пор мы делали маки используя ниточку используя созбаривание сейчас мы просто будем лепестки протаскивать через ткань опять-таки нам нужно нарисовать приблизительно тот кружочек сейчас его можно сделать поменьше за которой мы не должны заходить то есть это место для серединки кто-то может быть скажет сейчас что раз у нас все равно будет середина почему бы нам эти лепестки просто не пришить вот если эти лепестки просто пришивать то они у вас лягут на принт или на ткань то есть если вам нужно чтобы мак был вот такой полностью раскрыт и в принципе можно и пришить но когда мы протаскиваем иголочкой то эффект получается совсем другой то есть лепесток он более получается выпуклый за счет того что вы тут образуется небольшая складочка он как-то уже обретает определенную форму то есть именно при протаскивании через ткань получается как бы эффект лучше можно даже вот сделать 4 штриха то есть мы сначала сделаем такой цветок из четырех лепестков а потом сделаем еще на этой же основе цветок у которого лепестков будет 8 и так что я делаю беру иголочку вот большую с большим ушком и через эту вот точку пока я листочки уберу лишнее протаскиваем то есть нам нужно протащить вот этот конец с изнанки как обычно где-то оставляем и 7 миллиметров 10 миллиметров толстая иголочка нужна для того чтобы легче прошел лепесток через ткань и вот за счет этой складочки он уже как-то вот больше отходит от ткани кроме того от того как мы будем еще подпаливать вот этот нижний кончик у нас будет зависеть как будет располагаться сам лепесток и так мы сейчас делаем 4 лепестка таким же вот образом пока я их не припаливаю мы потом еще подкорректируем посмотрим как лучше чтобы они смотрелись так два лепесточка ну и также еще два и так вставил вот я еще два лепесточка не стала я показывать это то есть также как и первые два лепестка то есть вот первый вариант у нас 4 лепестка отдельные сюда также можно пришить вот эту серединочку там немножечко все равно видно вот эти пятнышки видно вот эти желтые полосочки то есть первый вариант это маг опять-таки классической формы из четырех лепестков как мы делали когда мы вышивали но можно опять-таки сделать и 8 лепестков чтобы маг был более пышным то есть вот если вы хотите такой маг на этом мы останавливаемся и вот эти кончики вот тут у меня четыре кончика примерно там они вот по 7 10 миллиметров подпаливаем если вы хотите чтобы они лежали как бы ближе к ткани то подпаливаем под серединочку если вы хотите чтобы они прям вот повыше при поднялись то можно кончик подпаливать под лепесток и тогда вот эти кончики все лепесточки поднимутся выше то есть можно создать даже вот с помощью только одних этих кончиков разный эффект более закрытого мака более открытого мака то есть сейчас вот я держу кончики так что они вот видите поднимают лепестки то есть отвожу кончики в противоположную сторону туда от середины если кончики в середину свожу то листь лепесточки ложатся таким образом можно регулировать наклон вот этих лепестков итак первый способ такой пришили сюда серединку получился мак из отдельных лепесточков и покажу на этом же маке как можно сделать 8 лепестков будет у нас мак еще более пышный и такие маки тоже можно использовать на работах пока ничего опять не буду припаливать на изнанке между этими лепестками можно даже чуть-чуть смещаясь к центру можно на той же линии буду вставлять еще 4 лепестка таким же способом стараемся делать аккуратно чтобы и слишком большой кончик не вылез потому что тогда помнется у нас лепесточек и ставим его так вот на свое место то есть чтобы он получился между теми лепестками потом мы все поправим конечно же и таким же образом вставляем между этими между этими между этими но опять отключусь итак ставила еще четыре лепесточка то есть четыре лепесточка в нижнем ряду 4 они получились как бы выше мы с вами смотрели что маки такие тоже бывают у которых лепестков больше поэтому можно сделать мак вот таким образом и у нас как то вот само по себе уже тут получается что нижние лепестки они ближе к ткани верхние лепестки они выше к ткани и в принципе вот сейчас даже если мы просто вот между собой вот эти все кончики подпалим не в сторону потому что если в сторону то у нас вообще все лепестки поднимутся то есть можно подпалить вот их между собой вот так вот в такую небольшую кучку они выделяются не так сильно я имею ввиду что нет такой большой здесь выпуклости но главное что захватить все все вот эти кончики то есть получилось тут просто плоская вот такая вот подушечка и так вот эти лепесточки еще раз нужно расправить потому что где-то что-то могло немножко сместиться и получился у нас такой вот пушистый мак и лепестков у него восемь и пятнышки у него есть и полосочки есть и желтая кромочка вот то что я сейчас показала касаемо и тонировки мы можем использовать и на других маках то есть например вот черные такие пятнышки мы говорили можно и вот здесь нарисовать но лучше это делать тогда до того как вставляем серединочку да можно вот здесь нарисовать черные пятнышки около основания вот по вашему желанию но опять-таки скажу что не на всех маках они есть и не на всех маках они черные потому что и маки не все красные вот итак мы с вами сюда же можем опять как во всех предыдущих случаях пришить вот такую заготовочку который у меня уже есть если вы не видели как мы их делали то смотрите первые две части где мы делали серединку и где делали разными способами тычинки либо разные еще бывают случаи что можно отдельно тычинки вставлять тоже мы это с вами все смотрели в разных частях у этой заготовочки у меня есть уже ниточка то есть где-то я в каких-то заготовках оставляла нитку специально чтобы уже можно было этой же ниточкой пришить поэтому я пришиваю этой же ниткой если у вас ниточки нет то можно либо ее вывести с изнанки из центра цветка либо можно вот ее тоже закрепить за серединку и попасть нужно опять-таки в серединку но там у нас кончики поэтому находим такое место чтобы можно было проколоть и смотрим так чтобы вот она попала именно в центр цветка и опять таки можно подшивать тоже все на изнанке причем вот то что нам мешают немножко здесь концы можно где-то вот сбоку даже подойти кончики и здесь сбоку потому что у нас серединка она довольно большая и она во первых и стежочки эти все скроет а вот через эти кончики тяжело пропускать если не подпалить вот эти концы на данный момент то у нас лепестки могут уже не держаться и вылезать вот в этот момент когда мы будем подшивать поэтому лучше делать вот все-таки в такой последовательности сначала подпалить потом уже пришить серединку но как уже вот я показывал в предыдущих частях я делаю так что язык захватываю середину за счет того что я на нее нажимаю пальцем и вот я сделал там наверно 56 или больше стежков и здесь наизнанке тоже закрепляю нитку и так вот этот случай тоже очень интересный с помощью отдельных лепестков и так вот такой у нас получился мак тычиночки можно еще вот тут подправить потому что они немножечко иногда сбиваются кучками кучкуются вот и это еще один способ как можно сделать мак из отдельных лепестков впереди у нас еще мак из гофрированной ленты ленты гофрированная бывает разного вида но вот я буду показывать вот на такой то есть тоже мы рассмотрим мак когда ленточка сосбаривается с помощью ниточки и способов будет тоже не один и так сегодня мы на этом заканчиваем вот такой у нас получился большой мак можно делать лепесточки покороче тогда мак будет поменьше можно делать их вот короче и шире например то есть как всегда я показываю ну как один из вариантов как можно сделать то есть если вы лепесток сделаете меньше то и мак у вас получится меньше и в зависимости от рисунка вашего в зависимости от принта вы можете выбирать уже и длину другую лепестков и так спасибо большое за внимание на этом мы сегодня остановимся увидимся в следующей части до свидания в следующей части в следующей части Продолжение следует...